Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку, и я всех активно поздравляю с началом осени. Наконец-то я пережил эти три месяца ада, жары, ужаса и моего самого нелюбимого сезона. Я наконец-то чувствую себя просто живым, я могу дышать, я могу нормально спать, ко мне вернулась работоспособность. Мне хочется жить, что-то вообще делать, просто как бы осень, здравствуйте. И я хочу отпраздновать этот прекрасный момент наступления нормальной погоды, как раз вот к первому сентября всё подошло, отпраздновать вместе с вами и поговорить об альбоме, который для меня во многом олицетворяет осень, настроение осени, её вайп. И вообще этот альбом настолько сросся со мной, что мне кажется, этот альбом уже не вайп меня осенью, а этот альбом это и есть я осенью. И это альбом саундтреков ко второму фильму серии «Сумерки», который называется «Новолуние». И я хочу разобрать этот альбом, как и любой другой на этом канале, быстренько пробежавшись по песням, придя к выводам альбома, поставив ему оценку, это же альбом, понятно, что это сборник саундтреков, но это же альбом, поэтому почему бы его не оценить, как все остальные, тем более я считаю, тут есть что оценивать. Поехали! Открывает альбом песня «Meet me on the equinox» от группы «Descap for beauty». И это такое, знаете, очень энергичное начало, которое задаёт тон альбома и показывает, что пластинка нас ждёт в стиле инди-рока. То есть это прослеживалось во всех сагах «Сумерки», что тут любят использовать рокеров, инди-артистов, и из-за этого я считаю, что саундтреки к «Сумеркам» очень хорошо прошли проверку временем и до сих пор максимально хорошо работают. К фильмам, понятно, у каждого свои отношения. Для меня «Сумерки» — это огромная часть моего подросткового возраста, я никогда их не забуду, я их каждый год пересматриваю. Вот я сейчас закончу этот ролик, сажусь смотреть первую часть, потому что осень. У меня к ним максимально позитивное, хорошее отношение, несмотря на то, что после второго фильма там уже как бы всё пошло по заднице. Я это признаю, я как бы в адеквате, но первые два фильма — это просто вайп, любовь моего детства. И вы не представляете, сколько раз я перечитывал все книжки в школе. У меня в пенал был телефон, вкладывался, а интернета тогда ещё не было повсеместного, поэтому у меня были просто скачаны на телефон текстовые книжки «Сумерек». Причём открывались они в приложении «Блоконот», и больше у меня ничего на телефоне не было, а скачать туда было что-то проблемное. В итоге я просто сидел на уроках неинтересных, мне читал «Сумерки» все, сколько их, 3-4 книги, потом они заканчивались, и я что? Начинал сначала. Ну, это было отступление, в общем, к песне, да. Вторым треком у нас идёт Friends от группы Ben of Skulls. Та же ситуация, такого немножко, знаете, тёмного вайба инди-рока. Третье у нас трек Hearing Damage от Тома Йорка. Это участник группы Radiohead, кто не знает. И я эту песню вообще бы назвал одной из лучших, которую делал Том Йорк сольно. Естественно, не в рамках группы Radiohead. Очень она, так знаете, красиво, интересно и так, ну, замысловато звучит. Вот что-то в этом есть. Четвёртый идёт один из хайлайтов альбома. Это песня Possibility от Луки Ли. Это вот та самая сцена, где Белла сидит в комнате и проходят сезоны. Вообще, во-первых, я считаю, что это шикарно снятая сцена. Очень красиво. И песня эта подошла просто великолепно. Мне очень нравится такой, очень запоминающийся голос и вокал от Луки Ли. Звучит всё очень, так знаете, растянуто, красиво и вайбово. Пятым треком у нас The Killers и песня A White Demon Love Song. То есть всё-таки смогли таких немножко прям крупных звёзд привлечь, как The Killers. И я считаю, что они выдали великолепную песню. Она такая, знаете, немножко космически пианоориентированная. Тоже вот в ней есть какой-то свой особый шарм. И при этом максимально хорошо вписывается в рамки саундтрека. Шестая. Satellite Hearts от Эня Марина. Тоже вполне себе красивая песня. С седьмыми у нас ещё одни крупные звёзды этого альбома. Это Muse с треком I Belong To You. Наверное, поначалу такой очень яркий вайб Muse. Прямо выбивается из этого альбома его стилистики. Но я считаю, что он выбивается очень-то комплиментарно, отражая всё звучание альбома. И в целом, на удивление, все песни между собой работают отлично. Даже вот, казалось бы, немножко неподходящая песня от Muse. Восьмой идёт песня. Это песня Russell от Bon Ivera и St. Vincent. Я вот ни капли не преувеличиваю, я честно так считаю. Я считаю, что эта песня настолько хорошая, что она могла бы получить даже Оскар. Я понимаю, что фильмы Сумерек и Оскар — это просто две разные плоскости, две разные вселенные. Но эта песня настолько хороша. Во-первых, я считаю, что это лучшая песня как Bon Ivera, так и St. Vincent. А я очень люблю обоих, хотя Bon Ivera я больше люблю в дуэтах. Тот же вот Taylor Swift Exile — песня, которую я просто с ума по ней схожу. Хотя я уже начинаю втягиваться и в Bon Ivera сольного. Да и St. Vincent для меня тоже не новый артист. Очень мне нравятся её альбомы. Но тут просто какая-то магия произошла между ними. Эта песня — это что-то невероятное. Это настолько что-то проникновенное, красивое. И если открыть на YouTube запись этой композиции, там, по-моему, лирик видео или что-то такое, потому что много где этот трек недоступен на стриминге, у меня, например, есть. И если там почитать комментарии людей, которые делятся своими историями, как эта песня им помогала пережить какой-то сложный момент в жизни, просто можно всю ночь ровненько под эту песню реветь. Дальше тоже идёт очень красивая песня. Done all wrong at Black Rebel motorcycle club. Она больше такая инструментальная, там почти нет текста, и звучит он таким, знаете, эхо, как вот любят в Индии, естественно. Но я считаю, что это потрясающе звучит, тоже очень красиво. Дальше идёт песня от Hurricane Bell's Monsters. Наверное, для меня это скорее песня Skip, но в целом как бы сойдёт. Одиннадцатая Violet Hour от Seawolf. Это такая, знаете, для меня пример из учебника, что такое музыка Индии. Вот как-то так для меня звучит эта песня. Дальше и двенадцатая Shooting to the Moon, и тринадцатая Slow Life, и четырнадцатая No Sound but the Wind. Очень красивый, очень приятный, очень протяжный композиции. Я не могу что-то по каждой отдельного прям сказать, но каждый из них в целом заслуживает внимания. И пятнадцатый закрывает как раз-таки альбом. Это инструментальная тема New Moon, новолуния от автора, собственно, саундтрека к сумеркам. Это Александр Десплот. Мне в целом очень нравится его работа. Он для Сумерек несколько таких крупных тем писал. И все, я считаю, потрясающе звучат, очень красиво отражают суть фильма. И в целом мне Десплот очень-очень нравится. Ну и что касается альбома целиком по выводам, я считаю, что саундтрек New Moon — это просто гимн меланхолии и осени. Это альбом, который потрясающе отражает вот это вот дождливое, немножко грустное, но при этом приятное настроение. Потому что понятно, что тут пытались отразить сам фильм, который такой немножко темный, такой вот загадочный, подростковые страдания «Любовь-морковь». Но при этом этот альбом не звучит, как какой-то, знаете, гимн соплей. Нет, этот альбом звучит очень таким self-aware, я бы сказал. То есть, который понимает, чем он хочет казаться. И при этом композиции, которые просто там выворачивают твой душу наизнанку, красиво сочетаются с более такими обид-композициями, типа Muse, типа Band of Skulls или Death's Cap for Acuity. Они все при этом очень органично между собой переплетаются. Все это здорово звучит. То есть, такой, знаете, очень сильный вайп. И это, я считаю, максимально круто. Это то, что хочется слушать в такую пару года. Такое очень киношное, очень кинематографичное. И опять же, очень большим плюсом в плане саундтрека является то, что «Сумерки», естественно, после первого фильма стали мега-супер-хитом. А это, естественно, принесло огромные-огромные деньги. И второй как раз-таки альбом саундтреков к «Новолунию» — это полностью оригинальные песни, написанные конкретно для фильма. То есть, даже все там крупные имена типа Bonnevere, Muse, The Killers — это все песни, написанные конкретно под «Сумерки». Я считаю, это очень круто. Они молодцы, что в целом решили вложиться в музыкальную составляющую, потому что она правда работает. Это правда сильный альбом. И у «Сумерек», если там первый-второй фильм, я считаю, классными альбомами, такими вот ностальгическими, и там-то очень сильные саундтреки вместе с этими фильмами, то дальше там затмение, рассвет, первая часть, рассвет, вторая часть, уже фильмы так себе, рассвет в целом, фильм внутрешня, давайте честно. Но даже там все равно музыкальная часть оставалась на высоком уровне, и к концу музыка вообще обогнала по качеству фильма просто на пять голов. А тут же мы получили действительно такой мощный, красивый, сильный альбом с очень понятным, очень таким трогательным, красивым настроением, который даже сегодня слушается просто великолепно, филигранно, потрясающе. Песни не кажутся никакими устаревшими, все работает, все здорово. И переходя к оценочке, я ставлю этому альбому 8.5 из 10. Да, вот так вот высоко. Ну и теперь хотелось бы послушать ваше мнение, кто слушал саундтрек «Новолуни» или какие-то отдельные песни, пишите, как вам. Кто не слушал, идите послушайте, а потом вернитесь и напишите мне комментарий. Мне было бы очень интересно почитать ваше мнение. Да и вообще напишите, какие у вас песни с осенью ассоциируются. Это тоже такая интересная тема. А у меня, пожалуй, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем и мне хорошей осени. Всем пока.